Добрый вечер. Пожалуйста, занимайте места в первом ряду. И вас прошу на сцену. Переводчика Елену Клокову тоже на сцену. Здравствуйте. Сейчас еще не все гости подошли наши. Алексей, пожалуйста, тоже сюда к Вадим Ивановичу. Я прошу, уже занимайте все места, потому что есть такая возможность. Садитесь, пожалуйста. Как вам удобно. В любом порядке. Добрый вечер. Вечер наш, как я уже говорила, посвящен Владимиру Семеновичу Высоцкому и вот этой книге, которая называется «Владимир Высоцкий. Крик в русском небе». Я представлю наших сегодняшних гостей. В первую очередь, автор книги Ив Катье. Добрый вечер. Это переводчик книги, от которого, говорю вам, поскольку я книгу уже прочитала очень многое зависело от этой книги. Потрясающий перевод с высоким темпоритмом интересным. Елена Клокова. Это генеральный директор издательства «Рудомино» Евгений Резниченко, который будет поделывать нашу встречу. Ну и, конечно, наши почетные гости, люди, которые много лет дружили с Владимиром Семеновичем Высоцким. Легендарный наш Вадим Иванович Туманов, потому что мы с тобой поняли. Алексей Штурмин. Так что мы сегодня с вами, друзья, прикасаемся к легенде. Ну и я передаю микрофон Евгению Резниченко. Пожалуйста. Спасибо, Елена Леонидовна. Во-первых, огромная благодарность Марине Ниловне Каменевой и ее команде предстательной за возможность представить книгу Ива Гатьев в переводе Елены Клоковой сегодня здесь в магазине. Я представляю издательство целых книг «Рудомино» и еще одну такую организацию, которую в России никто не знает. Называется это организацией Институт перевода. Не знают нас здесь потому, что мы работаем на другой территории, мы работаем за рубежом, мы продвигаем русскую литературу. И в этом году, в марте месяце, мы были организаторами российского участия на Парижском книжном салоне. Где в марте месяце, где Россия была почетным гостем. Несмотря, так сказать, на всю непростую международную обстановку, французы все-таки рискнули пригласить нашу страну. И мы постарались соответствовать этому высокому приглашению. На этом салоне было, в общем, два самых важных события. Мы интуитивно предполагали, что они будут главными, поэтому они прошли. Уже в последний день салона. Это была презентация двух книг и разговор о Владимире Семеновиче Высоцком, которому в этом году вспомнилось бы 80 лет. И который в ряду любереев, его имя, кто бы мог подумать, когда-то там, в конце 70-х, стоит рядом с именами Тургенева, Алексея Тургеневича Горького, Александра Вячеславовича Солженицына, Игорь Николаевича Толстого, Владимир Семенович Высоцкий, Александр Галич. То есть вот плеядра больших русских прозаиков и поэтов. И две книги, которые мы представляли. Это был перевод книги Ива Гатье «Владимир Высоцкий. Крик русском мире». Я вам покажу эту книжку. Вот Ив покажет. Вот так она выглядит во французском варианте. И книга Вадима Туманова «Все потерять и вновь начать с мечты». Привод на французский язык, который существил по странному, счастливому стечению обстоятельств тот самый писатель Ив Готи, который является одним из лучших переводчиков русской литературы во Франции. И это действительно было... Эти две встречи, несколько встреч, по сути, их было три. Единственное, о чем я жалею, что Марина Владимировна не смогла быть на этой встрече. По случайному, в общем, стечению обстоятельств. Потому что накануне была очень холодная ночь. И она всю ночь до утра практически спасала свои цветы в зимнем саду. И сообщила нам через Юлю Абдовову, что не сможет. Нет у нее уже сил прийти. Но был Михаил Шинякин. Было огромное количество народу. Самое важное, что это была не только русская диаспора, русская публика. А это были в основном французы, в том числе молодые. И это было такое, в каком-то смысле, триумфальное завершение Парижского кружного салона. Презентация и перед луками. Я бы хотел, чтобы сегодняшний разговор, по крайней мере, начался, но и продолжился с попытки соотнести роль Владимира Васильевича Высоцкого в России, его восприятие в России, как в те годы при его жизни, так и сейчас. И восприятие творчества Высоцкого и его жизни во Франции. И здесь как раз диалог писателя и переводчика, может быть, откроет нам какие-то такие интересную оптику, чтобы посмотреть на героев книги и на саму книгу с разных точек зрения. Так что, Ив, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Иванович. Что и говорить. Для меня это очень волнительный момент, встреча с Вами. И очень трудно. Мои встречи, обстоятельства. Мне Ваше присутствие здесь очень и очень дорого. Несколько слов о том, как возникла идея в этой книге. Возможно, я не самый дегитимный автор, чтобы приступить к такой работе, как биографический очерк о Владимире Высоцком. Но, тем не менее, так вышло. А вышло так, потому что меня все время занимала мысль о том, что у Владимира Высоцкого во Франции нет своего биографа, нет своего защитника. И я вспомнил интересную историю, которая дошла до наших сознания. Она относится к XIX веку. Придет о встрече Флобера с Тургеневым. Они разговаривали о Пушкине. И Флобер как-то сказал Тургеневу, этот ваш Пушкин, он нудный и скучный. И он какой-то плоский. Можете себе представить, какая была реакция Тургенева, когда он услышал такие слова о самом таком, да, сакральном русском писателе. Я задумался, а почему это так? И, собственно говоря, я пришел к выводу о том, что так случилось, потому что тогда у Пушкина не было переводчиков, не было биографов, не было защитников, не было никого во Франции, кто бы показал людям масштаб его творчества, его поэзии, его, в конце концов, личности. Был Дантес, но немножко не тот вариант. И мне захотелось быть Дантесом наоборот, для Высоцкого. Не француз-убийца, а француз-акушер, кто бы показал французам масштаб его творческой и не только личности, кто бы показал его как поэт. Передо мной стояла задача написать биографию, и показать его голос, мощь его голос. И тем самым, на самом деле это был эксперимент, как бы проверить, насколько Высоцкий универсален. Я также ставил перед собой задачу, его немножко пусть кусками, пусть фрагментарно, но попереводить. И проверить, насколько его можно передать, не предав, не изменив ему. Это было, согласитесь, безумно интересно. И в то же время, да, я согласен, безумно нагло. Но с момента, да, взялся за гушь, не говори, что не, сами знаете. И, собственно говоря, я окунулся, погрузился, вошел в эту работу. Я думал, что приступлю к этой работе, напишу, эта работа закончится, и я перейду к чему-нибудь по-другому. Но так оно не вышло. С момента, когда ты входишь в творчество Владимира Высоцкого, ты из него же не выходишь. Что и говорить. Книга вышла. Во Франции состоялось много таких встреч. И в какой-то момент, когда этих встреч стало действительно много, я понял, что все-таки книга состоялась. И задача, если не выполнена, но, во всяком случае, она была поставлена правильно. И до чего-то все-таки я достучался. Что-то, как мне показалось, я нащупал. Ну, а потом прошло немного времени, может быть, года два или три, и как-то так возникло предложение эту книгу взять и перевести на русский язык. Я испугался. Собственно говоря, кто я такой, да, чтобы мою книгу, о ком бы вы думали, о русском, высоцком, да, взять и перевести на русский язык, да, кого бы вы думали, русских людей, для которых высоцкий это... Но в то же время, это было очень заманчиво, это было рискованно. Но я решил, что надо подставиться под суд русской публики, несмотря на то, что она очень взыскательна, требовательна, сурова, жесткая, и за плохие книги она бьет больно. Это я знал. Эта идея не возникла бы, если бы не Елена Клокова. которую я свою французскую книгу дал почитать со словами... Я понимаю, что это о высоцком, но в этой книге много меня. Не в том смысле, что я пишу о себе, а в смысле, что я вкладывался, да, в эту книгу. Вот такой был небольшой, совершенно безвинный подарок, без какой-либо задней мысли, «Бог не судья». Она тогда переводила мой роман, «Вспоминайте хоть изредка о вашем заберзающем», и вот это был такой жест. И дальше все ее починят. Я ей безумно за это благодарен, и я вкладываюсь ее мужеству. Это очень отважно, когда ты переводчик, русский переводчик, и приступаешь к переводу книги на русский язык, французского автора, который как-никак этот язык понимает русский. Лена это сделала очень мужественно, очень смело. Я в этом переводе вижу ее смелость, отвагу и почерк. Просто страшно было, интересно это почитать. И вот она теперь перед вами. Вот эта книга. Надо сказать, что эта книга, в процессе писания ее, породила много встреч и знакомств. И вообще я ей обязан многим. Очень интересно, конечно, общаться с теми, кто дружит. С Владимиром Семеновичем. Это было так же волнительно, как они посмотрят на мою работу. Большое отдельное спасибо, может быть, мало знакомому вам человеку, Мишель Кан, первая француженка в жизни Владимира Высоцкого, которая с самого начала 60-х годов была знакома с Высоцким. Они дружили с семьями. Мишель была женой Давида Карапетяна. И она была первой, кто начал переводить песни Высоцкого. Потом в 70-х годах первая пластинка Высоцкого французска, издана для Шан-лю-Монда. На конверте русский текст, а также французский, как вот это переводный Шан-кан, они были очень близки. Очень интересно было общение с Михаилом Шемякиным. Очень добраю его книгу, которая состоит из 42 таких вот иллюстраций. Иллюстрации, то, что иллюстрации талантливые, и что они возвышают, да, читатель, да, это неудивительно. Меня удивило другое качество письма, текста. Шемякин вроде бы как не писатель, но его словесный портрет Вадимира Высоцкого, очень высокого-высокого уровня, состоялось и знакомство с Вадимом Ивановичем Тумановым. Когда занимаешься Высоцким, всегда обязательно ступает момент, когда открываешь книгу Вадима Туманова «Все потерять» и вновь начать с мечты. Так поступил и я, взял эту книгу и поступил немножко нечестно, потому что я стал ее, эту книгу, пролистывать с точки зрения того, чтобы там такое выискать, да, касающиеся именно Высоцкого. Но эта удивительная книга, она меня, как бы вам сказать, захватила, покорила, меня как засосала в эту волшебную воронку, и она не стала меня отпускать. И я понял, что если уж ты пишешь о Высоцком и взялся за этот гуш, то ты должен предварить перевод на французский язык в книгу Вадима Туманова. Мы познакомились. Не передать, как это было трогательно, просто не передать. И я стал бороться за идею перевода на французский язык этой книги. В какой-то момент это было в 2016 году, состоялось здесь же, в этих стенах, в стенах презентация, встреча Вадима Туманова читателями, посетителями книжного магазина «Москва». Мне об этом сказали, и мне было страшно обидно, что вот это имеет место, а меня тут нет. Я там, далеко, во Франции. И я написал письмо, чтобы хоть как-то, да, утешить себя, я вот сейчас перечитал это письмо и подумал, что, собственно говоря, неплохо бы его зачитать перед вами. Во-первых, потому что оно зачитывалось два года тому назад без меня, и мне было обидно. И я хочу, как бы вам сказать, исправить эту боль, немножко ее заветить. И, во-вторых, что, ну, письмо-письмо, но мне кажется, что я тогда выразил то, что я имел в виду сказать Вадиму Туманову. Дорогой Вадим Иванович, я узнал от Евгения, Евгения Розниченко, который меня представил только что и которому я, ну, просто страшно благодарен, что на днях намечается презентация нового издания вашей книги сразу в двух Москвах, городе и книжном магазине. Мне бы очень хотелось быть по-своему причастным к этому событию, но я у себя во Франции и поэтому дерзну. Или дерзну. Или дерзну. Дерзну. Шлю вам письменный, заочный, но теплый, живой франко-русский поклон из не столь отдаленной страны, на язык которой мечтаю перевести ваше все потерять. Книга была тогда только в проекте. Я заболел вашей книгой. Считаю ее шедевранной. Мне даже кажется, что я понимаю, почему. Литература начинается там, где читатель ведом автором. А вы ведете его всюду, до самой Колымы. Иногда даже под руку, когда совсем уж тяжело, а когда надо, по-боксерски зашибарать. В тех многочисленных жизненных ситуациях, где совсем безнадежно, вы же его из них и выводите. И дальше ведете. В этом смысле вы не перестаете быть штурманом. Это волшебно. И главное, в самый тантовский ад с вами не страшно. Вашими глазами из него всегда виден лучик света. Поязь и человечность всегда рядом из книги исходит какое-то тепло. Всплав безысходности с надеждой, а женский образ Элины Васильевны неповторим и прекрасен. И вообще Эльбрус гуманизма. Пишу это письмо буквально в двух шагах от замка Блуа, где пятьсот лет назад Франсуа Вийон соревновался в стихотворстве перед королем Франции. Я чувствую, как многожды судимый поэт Вийон толкает меня по плечу и шепчет. Переведи его, Туманов мой герой. Мой поклон вам, Вадим Иванович. Мои слова сильно похлебны, но, как говорил Владимир Высоцкий, ни единой буквы не лгу не лгу. Ваш Евгодин. Наконец-то получилось. Я сдержал свое слово, которое на самом деле я давал только себе. И эта книга вот она. Евгения, о ней они говорили. Как близнеца? Французский и русский вариант? Она состоялась, она во Франции живет. Я могу только подтвердить слова Евгения Николаевича о том, что французская публика воспринимала Владимира Ивановича ну просто ну просто очень тепло, очень это было что-то. Это было что-то. Ну и в этом смысле я бы хотел сам себе задать один вопрос и как бы сам на него ответить на этот вопрос. Насколько французы могут его понять этого нашего Высоцкого? Я переживал по этому поводу на протяжении многих лет когда я болел Высоцким и девицу этой болезнью с русскими приятелями знакомыми просто людьми ну часто мне приходилось слышать Высоцкий он настолько наш настолько наш русский советский вот свой да что чтобы мы в нем понимали французы и мне было мне было обидно немножко за Францию но обиднее всего было за самого Высоцкого который на самом деле к этой вселенскости универсальности очень сильно стремился это в нем вот была такая забота чтобы не сказать озабоченность а достучится ли мой голос до них до этой публики интуитивно я чувствовал что да я помню себя пацаном без знания русского языка но декабря 77 я лице и наш учитель русского языка нас перевел на концерт один из трех концертов которые давал в декабре в Париж и и зал полон французы далеко не все понимали русский язык потом как выяснилось я узнал что ввелся опрос среди посетителей а кто вы владеете ли вы русским языком и какова ваша мотивация зачем вы пришли сюда на концерт владимира высоцкого и я прекрасно помню это ощущение когда не понимаешь что туда хоть не понимаешь в то же время и вот мне кажется что сейчас когда вышло все-таки несколько вот переводных работ когда вышла книга Вадима Туманова удивительная книга 87 года Марины Влади которую я принял и понял не сразу я был тогда молод мне было 27 лет и представьте себе я эту книгу почитал и и чем-то все-таки был шокирован только сейчас я понимаю как много в этой книге мужества чтобы так написать но сейчас конечно ответ он однозначен голос высоцкого француза дошел он пускай частично и фрагментарно и кусками но переведен все зафиксировано по-моему на 230 языков мира как бы уже не 240 да за время когда я начал говорить я много говорю пожалуй слишком даже боюсь быть многословным я понимаю что настало время прерваться мне бы очень хотелось чтобы вы послушали и Лену Клокову и Вадима Ивановича но Лена пожалуй скажите что добрый вечер спасибо большое за слова я ужасно смущаюсь поверьте мне но во-первых спасибо Евгению Николаевичу потому что люди имеющие отношение к изданию книг они знают как много зависит от издателя от его ума от его чутья от его отваги от деловой хватки и от того чтобы решив делать какой-то проект не отступиться потом вдруг в какой-то момент в этом смысле Евгений Николаевич совершенно уникальный человек который сам очень тонко все чувствует понимает и при этом он работает так как вообще мало кому в общем очень тяжелый бизнесе это первое второе что я хочу сказать вы слышали как говорит вы понимаете что такой переводчик переводить книгу человека который так говорит на моем родном нашем родном языке со всеми даже интонационными замечательными правильностями и вообще не ошибается это большая ответственность это очень ну так вообще-то страшно потому что переведешь как-нибудь не так а он прочтет и скажет ну да отдал отдал неизвестно кому но мы с Ивом совпали удивительно на Высоцком я Высоцкого первый раз услышала в 61-м году сидя на магнитофоне сидя под столом в компании мои родители собирались слушали ну и не плохо первый раз я в театр попала в 65-м и с тех пор с ним не расставалась до того момента пока Юрий Петрович был в этом театре пока в общем он работал я видела все кроме Галилея к сожалению я помню последнее преступление и наказание Высоцкий с Ведрягами от которого сжималось не только горло и сердце от которого ты просто начинал сходить с ума потому что было непонятно как этот человек это делает и я бы хотела сказать что для меня в первую очередь Высоцкий очень большой артист очень я не рискую употреблять какие-то более сильные слова ну публично хотя сама я считаю что он конечно актер того редкого типа каких очень мало но вот я из наших артистов его бы сравнила с Олегом Борисовым я даже я плохо я не все-таки не театровед значит он был для меня совершенно невероятным артистом всегда я считаю что ну вот три великих человека которых нужно смело назвать гениальными это Юрий Петрович Любимов Альфред Шнитке и Иосиф Бродский вот они в отличие от многих современников поэтов писателей там артистов они Высоцкого оценили сразу они поняли мгновенно что они получили Юрий Петрович с первого раза понял что он получил в свои руки и то что дальше он помогал Высоцкому стать Высоцким это правда но и Высоцкий Любимову помогал оставаться Любимовым и из театра на Таганке сделать ну в общем то тут место которое помогало всем нам жить и дышать а Альфред Шнитке который был человеком очень тихим он был гениальный компастор очень сложный он обожал Высоцкого он обожал песни Высоцкого и когда кто-то однажды в его присутствии сказал что ну что там ну да он конечно поэт настоящий замечательный но музыка то ведь у него музыкальный то ведь лад он ужасно рассердился Шнитке рассердился так и начал объяснять причем сложно как композитор и говорит сейчас я вам покажу сейчас я вам сыграю и объясню что так сочинить музыку вот на этот текст то есть ну и что Бродский признавал при всей сложности своего характер он признавал Высоцкого настоящим поэтом просто поэтом не будем даже говорить настоящим поэтому когда Ив говорит что так сказать ему повезло это мне повезло потому что я получила вторую книжку Ива и я получила перевод Высоцкого и самое главное почему я считала что это необходимо сделать мне кажется что мало мало кто я хороших театроведов которые бы написали книгу о Высоцком актере в театре я не знаю настоящей монографии которая бы разобрала может быть потому что почти не осталось никого кто это видел может быть потому что люди не рискуют это очень рискованно я понимаю а все что вокруг Высоцкого мне лично не близко все ежегодные концерты своя полея исполнение я считаю что Высоцкий это мое простите меня это мое сугубо личное мнение что не надо никому петь Высоцкого не надо пусть поет Владимир Семенович и тогда всем будет счастье и французам и русскому когда я прочла книгу Ильба и увидела в ней что это не просто объяснение для французов что такое Высоцкий и что есть Высоцкий а что в нем книжка личного отношения француза писателя но не просто француза человека который русским языком владеет абсолютно и поэтому для него тексты Высоцкого это не полупонимание а это абсолютное понимание все нюансы так сказать которые сколько слушаешь столько раз удивляешься и находишь что-то новое и последнее когда говорят что нужно ли переводить поэтов и нужно ли переводить Высоцкого мне странен этот вопрос все дело только в качестве переводчиков но вот повезло Шекспиру которого переводил Лозинский и переводил Пастернак но повезло скажем каким-то прозаиком вот я могу просто как франкопон привести пример потрясающий писатель Анатолий Франц он по-французски как песня ты его читаешь и он ему не повезло его перевели тяжело и поэтому так сказать а Мопассан который тоже абсолютно гениальный ему повезло вот так вот если бы для нас не перевели 500 лет назад 600 лет назад 400 лет назад Виллиона Шекспира если бы за Киплинга не взялись и не перевели нам так что нам кажется что это вообще то и качество Киплинга но он немножко наверное русский правда ведь и поэтому если найдется а я уверена что найдется человек который сделает ведь это же только мерой таланта определяется который займется Высоцким но хотя бы какими-то близкими ему вещами пусть он даже переведет не по форидным порядке и не по годам то французы очень четкие к ухам к языку и к музыке и сами имеющие массу так сказать потрясающих поэтов и певцов они все это прекрасно поймут а их огромное человечество спасибо спасибо большое переводчики и авторы как правило много дружат но мало целуются Лена я же поцелую я бы хотела сказать в чем особенность я хочу поддержать Лену в том что конечно для нас для многих Владимир Семенович это прежде всего актер но вот книга Ива меня поразила в том тем что в ней сплетение актерской биографии очень тонко прослеженный путь литературной биографии которая переплетается с анализом поэтических текстов и человеческой биографии такой книги о Высоцком еще не было плюс к этому это своеобразно еще энциклопедия человека влюбленного Высоцкого здесь вы найдете перечень машин которые были у Высоцкого вы найдете все места в мире с географической картой где он побывал вы найдете всех людей с которыми он виделся и дружил политических действующих но главных действующих лиц его жизни и вот сейчас мы к ним и перейдем главные действующие лица жизни Высоцкого друзья Вадим Иванович Туманов о котором мы сегодня столько говорили и перейдем эту книгу Вадим Иванович пожалуйста дорогой Вы знаете я даже не знаю с чего начать потому что рассказать всем или хотя бы даже немного ну не входит ни в час ни в дно тем более я всегда помню что публика кто-то устал потому что я понимаю что говорят веревка хороша длинная речь короткая поэтому мне коротко хочется рассказать это невозможно есть книга которую я написал я вас попрошу помучить и прочтите я буду очень-очень рад даже счастлив если кому-нибудь что-нибудь не понравится и жилье обязательно у вас этот всегда вы найдете и мне скажете вы написали так не так это неправильно это придумано мне очень хочется потому что вот книга уже кажется 20 с лишним тысяч прошло через этот магазин и все что-то говорят хорошо понимаете я сам-то знал что хорошо но не настолько поверьте я во-первых не писатель я так получилось сделала меня жизнь со многими интересными людьми у меня была жизнь моя очень очень страшная говорят я опять вы прочтете и сами скажете как он выжил понимаете я сам выясаю моя жена была против она говорит родим уже настолько устала от этой писали на лагерях о лагерях о лагерях я все-таки написал книжку и буду очень вам благодарен прошу опять повторяюсь вы найдете меня всегда я буду рад вас увидите у себя дома и где мне вы скажете что-то там придумано что-то там не так значит о Володе Высоцком я хочу сказать так уж посчастливее чисто случайно на колыбе я слышал пластины эти которые мятые потом кто-то говорил что он сидел я сидел как получилось меня попросили посмотреть месторождение золота в Душанбе я прилетел в Душанбе чисто случайно в ресторане вечером когда мы зашли увидели ну как как обычно вид злиться и увидели женщины еще окружения нидаджики это это была Нина Шацкая она меня познакомила рассказала о Володе что никогда не сидел столько как раз сейчас в плен в мобилу влаге коротко коротко я просто хочу вам рассказать Вовка очень мечтал и хотел быть напечатанным это совершенно не тот человек когда сейчас смотришь и говорят разные придуманные чего только не говорят доброта совесть достоинство это было в Володе самое главное мы часто говорили и всегда приходили к одному каким бы ниже каким бы если он начинал самец доброты то у него не хватало самого главного то что должно быть в человеке вовка был очень добрым человеком я вам прочту сейчас коротко стихотворение что хочу чтобы вы поняли еще раз хотел быть запечатанный очень любим эту страну переживал так все по особенному по страшному переживал я прочтил три ну-ка коротко я никогда не верил в биражи в грядущий рай не ладил чемодана учителей сожрало море лжи и выбросили возле Магадана и с высока глазея на невеж от них я отличался очень мало зануды не оставил Будапешт и прага сердце в них разорвало это весь Володя вам понятно да вот еще раз одна из интересней личности с которыми я встречался была вы прочтете вы как-то разговорились и написали каждый по сто человек о тех кто нам не нравится вы прочтете книгу потом может быть согласитесь может быть нет но я уже заговорил очень долго еще раз пожалуйста помучайтесь прочтите говорят что книга хорошая все да здесь находится что-то где Саша Ленина которая знает много лет Володю еще раз рассказать все это быстро невозможно я очень рад вас видеть я услышал я очень благодарен Евгению и Ему те кто написали помогли ну собственно они перевели эту книжку на французский книжку написана кстати ее переводила Жан и перевела на английский но по английскому думаю что когда-нибудь англичане с опозданием напечатаю а я очень благодарен Евгению и Ему за то что они перевели на французский ну французы французы такое щепетильное и напечатаю говорят это еще интереснее чем у англичан я хочу поблагодарить вас за то что вы меня послушали еще раз спасибо прощите спасибо спасибо Вадим Иванович спасибо дорогие друзья когда мы будем подписывать книги у Ива вы также сможете подписать и у Вадима Ивановича книгу все потерять и вновь начать с мечты а я передаю слово Алексею Штормену спасибо неожиданно я готов ну что же ну я хочу сказать просто два слова по поводу Вадима Ивановича ну и о его книге конечно я ее считал безусловно вот я вам скажу коротко что Вадим Иванович Туманов это человек из стали поверьте мне и если вы это прочтете вы это почувствуете потому что написана эта книга о событиях достаточно сложных скорбных печальных вы знаете слышали что такое лагеря особенно в те годы и в тех местах я знаю о чем я говорю потому что в подобных ситуациях мне тоже довелось к сожалению побывать вот а Вадим Иванович я так сказал что он человек из стали не просто из вежливости я знаком с ним примерно 45 лет понимаете у нас конечно связывал Володя Высоцкий безусловно и рядом с Володей близко в первом ряду были вот именно такие люди как Вадим Иванович это сто процентов оказало огромное влияние на творчество Володя он впитывал в себя всю правдивую вот эту информацию жизненную абсолютно как губка и рядом с ними были и военные и люди которые прошли такой путь как Вадим Иванович Туманов и безусловно все это отразилось на его творчестве поэтому мы говорили что считали некоторые что он сидел что он воевал но это было видно из его произведения он умел выразить свою мысль и передать свою мысль гораздо может быть даже лучше чем люди которые реально все это прошли в этом его талант великий талант абсолютно неподражаемого и неповторимого Володи Высоцкого я счастлив для меня большая честь и благодарю судьбу за то что мне довелось быть рядом с ним еще мне очень приятно что такой мастер слова и защитник Володи Высоцкого и биограф во Франции номер один как господин Евгатье взялся за это дело я вот за буквально короткое время понял насколько это талантливый и серьезный человек и мне трудно даже представить чтобы кто-то другой мог взяться за этот труд и реализовать его столь успешно спасибо вам большое спасибо поскольку я вижу что у нас очень большая аудитория собралась новая я еще раз повторю что у нас в гостях французский писатель Евгатье его переводчик вот этой книги которую мы сегодня представляем Владимир Высоцкий крик в русском небе Елена Клокова у нас в гостях друзья Владимира Высоцкого Вадим Туманов Алексей Штурмин ну и наверное сейчас мы уже можем задать свои вопросы те которые у вас появились может быть слушая нашу сегодняшнюю встречу пожалуйста кто-то хочет задать нашим гостям вопросы есть ну тогда я задам первый вопрос вам я так понимаю что когда книга выходила на французском языке стихи Высоцкого были тоже на французском да вы перевели те которые здесь приведены цитаты да вот что вам труднее вы переводили стихи сам да скажите какие строки вот может быть труднее всего было найти адекватный перевод на французский язык что вам давалось вот как бы не сразу какое это было это было очень непросто нет а ты бы понимаешь но в то же время в то же время ведь эти стихи исполнялись под музыку под гитару и важно было чтобы и по-французски они укладывались под тот же музыкальный узор тот же ритм и поэтому был такой способ достаточно надежный протестировать верность перевода а именно пускай про себя я же не певец но свой перевод немножечко распеть да под музыку и и тут сразу понятно звучит не звучит ложится не ложится укладывается не укладывается вот и я это называю детектором лжи когда пускай про себя будем те скромными да но все же распеваешь перевод под музыку Владимира Высоцкого вот как-то так вот и тут конечно начинаешь постигать что не только рифма внешняя но и рифма внутренняя то тут какой-то такое созвучие какая-то такая гармония какие-то такие перебои когда гармония ломается умышленно вот и это все надо было соблюдать нам что-нибудь почитать давайте прочитаем интересно вы узнаете или нет вот давайте вы нам прочитайте одно из творений а мы как раз попробуем те кто не знает крат когда витапорта имени а нам мы уль контрарь мистер концу пэна савоар раман си диврэй он силем верный сомн мэр а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень-очень любил этот язык Я страшно мучился Это было очень тяжело Надо проходить через грамматику Если ты изучаешь этот язык В взрослом возрасте И к тому же Надо эту грамматику любить Как-то так вот Но, наверное, все-таки давайте откроем секрет Чтобы вы жили долгие годы в России И написали много книг на русские темы Поэтому это не только любовь к языку Но еще и к стране, наверное Да, страна была большой загадкой Тот же самый учитель Трабусского языка О котором я уже сказал Он нас повез В тогдашний СССР Это была, знаете, такая страна Такая загадочная Такая вот Как сейчас помню, как мы приехали В 1976 году Я лицеист в этот город Выхожу Это было знойное лето Как я понимаю В районе Генского проспекта И стояли автоматы с газоводой Они пахли с сиропом И осы, осы, осы И очередь к этому автомату Это было заманчиво Я стал в очередь Я так прикинул И понял Бросаешь копеечку Вода бежит светлая Вот Бросаешь три копейки Ну, монеточку Вот Тоже вода бежит Но такая цветная Я это освоил Но в то же время Я это рассматривал Почему-то как поступок Казалось бы Да, наличь себе стакан Этой воды А поступок А теперь 16 лет А рука дрожит И ты думаешь Смогу И не смогу И очередь подошла Я набрался Вот Я пустил монеточку И жадными глазами Наблюдая, как Годичка бежит Я-то думал, что стакан сам выскочит И сзади народ что-то Щепчет Щепчет На своем непонятном языке Это так загадочно И так хочется Проникнуться Да Хочется Простичь эту загадку Что начинаешь язык учить Подержи То есть вы приехали в страну По поводу Учиться Приехали Или Как-то Это были такие Учебные поездки В летнее время Дезаковые Это было Это было модно Меня родители посылали В Англию Вот И Ну Как-то так Подержи Сотлый ослой для русских Это вот самое трудное Человек много лет в Москве Жит Я думаю, что плюс К любви Грамматики И всему прочему Когда ты живешь В стране И общаешься каждый день Это тоже помогает Очень изучение Немного подобного Это мучительно Мучительно Хорошо Дорогие друзья Давайте Последний вопрос Мы потом будем переходить Сейчас я кое-что еще скажу Пожалуйста Да Да у меня такой наивный вопрос Во-первых, спасибо вам огромное Это двойной подвиг И книга о Высоцком И перевод Туманова Это Ну просто подвиг И я очень люблю Францию И я счастлива Что теперь Во Франции Ну Стало Немножко это ближе им А Вы так говорите Что очень хочется вас понять У нас у каждого Свой Высоцкий Ну назовите хотя бы Два Три Четыре Стихотворения Высоцкого Которые вам почему-то На вашу французскую тушь Легли больше всего Ну вот что для вас Самое сокровенное У нас у каждого Есть свой сокровенный Высоцкий А у вас Вы можете назвать Ну буквально Два-три Я понимаю Наверное много Я назову песню Я назову песню О друге Потому что Это первая песня Которую я по-русски Понял И она такая простая Казалось бы Хотя В этих вещах Не бывает простоты И Вот Это Это песня Которая мне Подсказала Да Ив Ты можешь Иди дальше Такая история В последнее время Очень люблю Хотя Это страшная песня Это после того Как Я познакомился С Владимиром Ивановичем Побег на рывок Я ведь Слышал Да Как Владимир Иванович Рассказывает Ради побеги Как это было И Владимир Иванович Также рассказывает Как Высоцкий Вслушивался В его рассказы А на утро А на утро Уже на бросок Этой песни Может быть В таком Да Варианте Но уже Вот И Владимир Как он сам Газовил Показывает Эту Песню Владимир Иванович И вот По этой причине Эта Песня Мне напоминает О том Каким образом Владимир Иванович Впитывал в себя Вбирал в себя Только что Услышанное И Как он мог Эту Самоуслышанное Передать Воплодить В стихи В песню Вот Вот это Это мне Это мне Очень дорого Но этот список У меня Длинный И формат встречи Спасибо Спасибо Большое Дорогие друзья Я вот вам хотела Сказать Что мы сейчас Будем переходить К автограф Сессии Но я конечно От вашего имени От себя лично Хотела поблагодарить Наших гостей Во-первых И огромное спасибо вам И действительно За перевод Книги Вадима Ивановича На французский язык Потому что Ну для нас Это совершенно Легендарная личность Я не знаю Молодежь У нас там есть Вадим Иванович О себе ничего Сегодня не сказал То что должен был сказать Ну представляете Это человек Который намыл 500 тонн золота Это 500 тонн картошки Сколько такое А это 500 тонн золота Человек Который пережил лагеря Который бежал Который выстоял там И который с нами Ну вот сегодня Мы просто счастливы Что он с нами Дружит Делится своим Опытом И действительно У него всегда В его книге Вот этот маячок Надежды Никогда не гаснет Он всегда Нас туда зовет За собой И спасибо вам За перевод Спасибо вам За вашу книгу И за понимание Владимира Семеновича Такое Удивительно тонкое И его поэтического Творчества И его личности За такое бережное Отношение К его памяти И за отношение К нашей стране Которое нам Тоже очень дорого Но поверьте Такая любовь взаимна Среди нас Есть масса людей Которые бесконечно Любят Францию Которые любят Французский язык Так что Я думаю Счастливо Что это Любовь взаимна Мы сейчас Будем подписывать Книги Счастливо Счастливо